Добрый вечер, меня зовут Роман, я представляю проект OutDesk. Решаемая проблема нашего проекта состоялась в том, чтобы разработать адаптированный рабочий стол со всеми необходимыми функциями для использования компьютера слабовидящим и незрячим людям. В предлагаемое решение мы взяли набор всех функций, необходимых для человека с недостатками зрения и оснастили его звуковым сопровождением, которое имеет удобный интерфейс, в котором расположены большие функциональные квадратные кнопки, отвечающие за многие важные функции для работы с компьютером. Вот, собственно, у нас кладка главная. Если я, допустим, нажимаю на компьютер, здесь лазер есть? Вот, допустим, на мой компьютер нажимаю, он мало того озвучивается, он еще выводит текст, который, естественно, мы в дальнейшем планируем его также переводить на дисплей Брайля, чтобы, как бы, мало того он озвучивает, он еще и выводил на дисплей. Значит, вот складка Office. Тоже нажимая Office, он, естественно, высвечивает, выбивает на дисплей Брайля, в том числе и воспроизводит. И, вводя кнопкой мыши, слепой человек или человек с недостатками зрения может, как бы, узнать, где он находится. Вот. Это вкладка сайта. Собственно, при запуске программа автоматически разворачивается в полноэкранный режим. Это позволяет людям с неограниченными возможностями оставаться в рабочей зоне. Каждая кнопка имеет озвучку и выполняет определенные действия. В программе продуманная функция, случайное нажатие, в котором выводится дополнительное окно «Да-нет». Для таких функций, как выключение, перезагрузка компьютера, а также режима сна. Собственно, что было сделано? Была добавлена стака для вывода открываемой информации, о которой я сегодня вам рассказал. Программа умеет распознавать, какое из приложений установлено, а какое отсутствует. В этом случае выводится на экран сообщение о том, что эта программа отсутствует, и, возможно, можете ли ее установить по определенному браузеру. Исправлен сбой смещения иконок, немного исправлен дизайн, выбраны поля. До этого я вам показывал программу, там были поля, и, естественно, неудобно было пользоваться, потому что человек, который не видит, он не может пропустить иконку. Ну, а что пойдут ресурсы? Ресурсы пойдут на дальнейшее развитие программы, ее реализацию в других операционных системах, семейства Linux, Macintosh. Увеличение и добавление новых функций, таких как работа с программой не только мышью, но и с помощью клавиатуры. Добавление в программу настроек светового решения. Улучение голосового соображения. Улучение ввода строки и ее реализации с дисплеем Брайля. И тестирование программы на людях с недостатками зрения. Спасибо за внимание. Знаете ли вы, что такое ВЦАГ 2.0? Знаете ли вы, что такое ВЦАГ 2.0? Нет? Повторите. А служили вы такой программе или такой проекты, как NVDA? NVDA, да, слышал. Да, этот звуковой помощник у нас как раз установлен в эту программу и является помощником в плане самой оболочки системы. То есть, помимо диспетчера Windows, мы и NVDA туда включили. ВЦАГ 2.0. ВЦАГ 2.0. ВЦАГ 2.0? Нет, не слышу. И не слышу. Иначе будем... Роман, раз, два, три, да. Роман, а в рамках этого хакатона сколько человек присоединилось к вам в команду? В команду присоединился один человек, девочка-дизайнер. Она на данный момент мне предлагает определенные решения, но я пока не готов принимать эти решения, потому что мы еще не тестировали эту самую программу. То есть, после теста мы посмотрим, насколько лучше будет этот интерфейс и интерфейс, который она предлагает. После теста мы узнаем, насколько необходимо вот это вот выведение окна, да, нет, при выходе. И насколько эффективно вообще использование вот этих вот вкладок. А может быть, что-то можно, что-то другое придумать? Вот. Вы успели посмотреть с вчерашнего дня проект «Люврейн»? Может быть, «Люврейн» мы с вами вчера обсуждали про проект. Вы успели его посмотреть? Нет, нет, вчера не смогли. Вчера было недостаточно времени, чтобы посмотреть этот проект. Я в ближайшее время обязательно посмотрю его, обещаю. Собственно, что еще хотел сказать? Можно? Мы во вкладку «Сайты» собрали все необходимые сайты для незрячих людей. То есть, у них нет необходимости набирать сайт снова, когда у них все есть. И сайт «Всероссийского общества слепых», и тот сайт, который сегодня же на утренней презентации показывали, вот, «Теклоком». Теклоком. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok